Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас видео будет два в одном. Я вам расскажу, покажу свой весенний вариант макияжа, свежий, очень нежный, тот, который вы видите у меня на лице, соответственно, сегодня. И также я хочу устроить тест-драйв тех продуктов, которые у меня появились. Буквально вчера у меня пришла посылка с косметикой Кика Милана. Это косметика, которая относительно недавно пришла на российский рынок. Конечно же, все блогеры, все блогеры рассказывают в своих видео об этой косметике. И я поддалась всеобщей волне, сделала тоже заказ. И сегодня я вам покажу, какие продукты у меня пришли, какое у меня от них впечатление первое сложилось. Начинаю с макияжа глаз. Быстренько покажу макияж глаз. Он не с продуктами Кика, поэтому, в принципе, останавливаться не буду сегодня практически на продуктах, которые не относятся к обзору Кика. И палетка у меня от Tarte, Femme Naturel. Можно найти еще, она была лимиткой бог знает какого года, но ее реально еще найти в каких-то магазинах. Честно говоря, на просторах интернета она не встречается. Палетка классная, мне очень нравится, и каждую весну я ее достаю. Это у меня прям весенняя-весенняя палетка. Сегодня у меня весеннее-весеннее настроение, несмотря на все старания погоды. Соответственно, будем рисовать. Начну с базы от Smelly Box. Наношу ее перед нанесением теней. Хотя тени Tarte, в принципе, и так бомбически держатся. Но без базы я не могу. У меня влажный веком. Единственное, что у меня, в принципе, способность ему себя адекватно увлажнить, это веко. На лице чувствую, что у меня сухое. Полностью нанесу на веко вот такой вот базовый оттенок. Также перед нанесением макияжа обычно использую как раз-таки крем-перфектор. Кико. Безумно люблю этот продукт. Он действительно придает объем губам. Он разглаживает их. Любая помада, даже самая сухая, ляжет на ваши губы просто идеально. Далее я возьму один базовый оттенок из второй моей палетки Tarte Blue. Обычный классический оттенок для затемнения складки века, выделения. Вы можете взять любой абсолютно оттенок. Вообще, можете любой макияж глаз сделать. Сегодня видео мне об этом. Далее берем плоскую кисть и набираем такой вот красивый оттенок. Далее берем кисть карандаша, самый темный оттенок из этой палетки, такой серо-дынчатый. И добавляем на нижнее веко и чуть-чуть выделяем линию роста ресниц. Предлагаю выделять ресничный край именно тенями, чтобы получить максимально мягкий эффект. Потому что, допустим, на моих глазах сейчас нарощены ресницы, и я хочу максимально нежного эффекта. Поэтому я выделяю свой ресничный край тенями. Если вы хотите чуть более яркий эффект, вы можете, конечно же, воспользоваться карандашом. Далее берем кисть копытца, берем также темный этот оттенок и чуть-чуть буквально выделяем уголок. И растушевываем. Далее все растушевываем большой пушистой кистью. С макияжем глаз мы закончили. Переходим к макияжу лица. Используюсь сегодня как тональную основу. Я буду тональной основой от Kika. Universal Fit. Это бестселлер от Kika. Это одна из самых популярных тональных основ на их сайте. Здесь 30 мл. Она была упакована, пришла мне в такую стильную коробку. Внутри коробки находится непосредственно туба с тональным средством. В принципе, не самый плохой вариант для упаковки тональной основы, потому что она легкая и легко убрать с собой куда-либо летом. У меня оттенок Warm Rose 40. Я с ним брала именно на лето, когда кожа будет загорелась. Сейчас она мне тоже загорела, потому что я приехала даже с отпуском. У меня хоть часть заговора осталась на лице. Тональная основа нам обещает увлажнение кожи, сияние, натуральный эффект. То есть она должна увлажнять кожу, ложиться тонким слоем. Смотреться очень натурально на лице. Для ее нанесения я буду использовать кисть. Потому что бьюти-блендером у меня на данный момент нет. Ну, как показывала практика, все, что наносится кистью, хорошо бьюти-блендером, тоже, в принципе, вполне себе не дурственно наносится. Тональная основа действительно очень-очень в этом слое вложится. Очень комфортное лице, по ощущениям при нанесении. Честно говоря, я скажу так, что сейчас, пока она еще не уселась, не много видно, но надо посмотреть, что будет в целом с макияжем. Далее переходим к макияжу бровей. И у меня сегодня будет продукт, ради которого я вообще затеяла свой первый заказ на сайте Кика Милана. Это Precision Eyebrow Pencil. Это просто бестселлер, о котором говорят все блогеры. И я безумно хотела этот карандаш. И сегодня я его именно в 0,1 оттенке пробую первый раз. Потому что изначально я заказала себе, точнее себе и маме, мы заказали 0,2 и 0,4 оттенок, но мне они оба были светлые под мои брови. И сегодня я использую более темный. Он изначально на сайте как черный у них обозначен для брюнеток, то есть Black Hair. 0,1 оттенок. Но, честно говоря, по обзорам, по фотографиям я смотрела, что это все-таки такой серо-коричневый оттенок, а не черный. С бровями все. Не знаю, честно говоря, насчет оттенка, потому что... Смотрите сами, пишите в комментариях, подходит ли он мне или не подходит. Так как у меня мнение, что все-таки немного мне холодноват. То есть вот у меня такое ощущение. Какое мнение у вас сложилось вот практически в роготовом образе, что вы думаете о моих бровях? Вопрос. Что вы думаете о моих бровях? Переходим к последнему продукту на сегодня. Это помада. Сейчас я сниму с бальзам и нанесу помаду. Помаду я буду использовать из линейки Smart Fury Lipstick. У меня оттенок 407. Такой весенний образ у нас получился. Мне он очень нравится с учетом того, что он очень нежный. Действительно свежий по-весеннему. Мне нравится, как лежит тональная основа, потому что она действительно ложится очень тонко и подсвечивает кожу. И в принципе у меня и встал вопрос, почему пользоваться или не пользоваться хайлайтером, добавлять, не добавлять макияж, потому что кожа и так очень хорошо была подсвечена, она сияла, как вот красивая, ухоженная, здоровая кожа. Тональную основу я советую девчонкам с сухой кожей, потому что действительно будет круто смотреться, будет увлажнять, будет подсвечивать кожу. Тональная основа уже полностью уселась на лице и ее вообще практически не видно на моем лице. Она очень хорошо легла, очень тонким слоем. Мне нравится тональная основа. Вот по первым таким впечатлениям. Не советую девчонкам с акне, с жирной кожей, потому что я боюсь то, что с жирной кожей она поплывет. А для девушек, у которых какие-то серьезные проблемы с лицом, нужно что-то маскировать. Я думаю, что она будет бесполезна. Она вам не понравится, она будет, наоборот, только подчеркивать все ваши проблемные зоны. Напишите, пожалуйста, под видео, какие продукты от KIKO Milano вы пробовали, как вам мой сегодняшний макияж, какие продукты вы советуете. Надеюсь, мой тест-драйв и весенний макияж вам понравились. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно жду вас в Instagram. Хорошего вам настроения, чтобы весна наконец-таки наступила и в вашей душе, и на улице, чтобы вы наконец-таки согрелись под лучиками солнца, чтобы было прекрасное настроение. Косметика вас только радовала. И все, всех вас люблю, целую. Спасибо, что вы были со мной, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok